Улицу и художественную школу в Екатеринбурге назовут в честь всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного. Мастер скончался сегодня на 92-м году жизни. Он был лауреатом государственной премии, жил и работал в Нью-Йорке. Одной из его самых известных работ стала скульптура «Древо жизни». Памятник открыли в Москве 12 лет назад. У него очень долгая история и сложная судьба. Целых 50 лет власти не давали разрешения на его установку. И сейчас мы поговорим о скульптуре с нашим корреспондентом Алексеем Казанниковым. Леш, я тебя приветствую. Ну вот «Древо жизни» с уходом великого мастера, что называется, не завяло. Добрый день, Регина. Ты знаешь, совсем не завяло. И даже скажу больше, что «Древо жизни» стремится ввысь. Единственное, что здесь, в колле моста Багратион, ему достаточно тесно. Сам же автор, неизвестный, считал, что это произведение – кульминация всего его творчества. Но это неудивительно, глядя на то, сколько образов великого мастера мы можем здесь повстречать. Это и кентавр – один из любимых образов. Здесь есть несколько изображений золотого дитя, которое, кстати, в увеличенном размере стоит в Одессе, расположено. И очень много того, что было очень близко Эрнсту Неизвестному. По его замыслу, как считают эксперты, он хотел показать борьбу добра и зла именно в «Древе жизни». То есть это то, что привлекает человека, то, с чем человек вынужден сталкиваться на протяжении всего жизни. Вот такой символичный в форме, это «Древо» в форме сердца. Ну, о том, на самом деле, что хотел показать мастер, поговорим сейчас с экспертом. Это доктор искусствоведения Ольга Калугина. Ольга, здравствуйте. Ну, в первую очередь, хочу спросить, вот как эксперта, вот ваше мнение насчет этого произведения. Как считаете? Ну, сам Эрнст неизвестный оценивал его как вершину своего творчества. Нельзя сказать, что можно всегда в таких случаях полагаться на мнение мастера. Но, наверное, он вложил в него очень многое. Недаром здесь много цитат из его же собственных произведений. И в конечном итоге оно замахает грандиозный цикл, работу над которым он начал в 1956 году. И целый ряд произведений, в конце концов, вот объединились в такую грандиозную композицию. Здесь можно искать и тему борьбы добра и зла, что он сам позиционировал как автор. Хотя это достаточно спорная тема для монументальной скульптуры, поскольку зло не предназначено для запечатления в монументальной пластике. С другой стороны, наверное, в этом выразился весь драматизм. Его представление о жизни на склоне лет. Будучи не только скульптором, но еще по образованию философом, он, конечно, оказывался в сложной ситуации. С одной стороны, его будоражили пластические образы, которые требовали решения. И это воплощается только на уровне подсоздания. С другой стороны, сильно развитая рефлексия философа вторгалась постоянно в этот процесс. Ну, вот как раз рефлексии философа. Все-таки, что вот этими образами, самыми разными? Здесь мифология, как я вижу, здесь череп динозавра есть, есть Юрий Гагарин. Что хотел показать, как вы считаете, РСН неизвестным? Я думаю, на самом деле, подсознательно он воспроизводит историю своей жизни, историю своего познания. Как он познавал историю мира, историю культуры, потому что это часть философии. Как он познавал достижения современности, как чувствовал себя среди них. Где-то это вызывало гордость, где-то драматизм, где-то отчаяние, где-то философские размышления. И поэтому настолько разная, многообразная фактура у этой работы, настолько сложное переплетение масштабов. Хотя масштабирование вещи очень строгое в скульптуре. Здесь она часто нарушается. Но скульптору никто не может диктовать таких вещей. Большое внимание уделяется фактуре. Хотя, с другой стороны, если мы хотим показать высокий драматизм образов, то фактура могла бы быть и не такой красивой, скажем так, а более драматичной. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, хочется добавить то, что вот здесь, в поле моста Багратиона, достаточно проходное место, проходимое. И, конечно же, очень много людей сегодня сюда приходят именно для того, чтобы любоваться этой скульптурой, древа жизни. После смерти знаменитого скульптора, конечно, очередной виток популярности появился здесь, на мосту Багратион. Регина. Лёш, я тебе только один вопрос хотела задать. Вот я вижу, уже цветы приносят люди к этой скульптуре. То есть уже в память о скульпторе это всё происходит. Правильно я понимаю? Да, да. На самом деле их пока ещё не так много. Видимо, не все ещё прочитали новости и не все успели сюда дойти. Но, тем не менее, с этим памятником сегодня на глазах нашей съёмочной группы не раз фотографировались, раз подходили, рассматривали его. Ну и, конечно, это не то произведение искусства, мимо которого можно пройти мимо. Нужно остановиться, вглядываться в эти образы многочисленные. И сегодня очень многие здесь этим занимаются. Да, Лёш, тебе спасибо. Это был наш корреспондент Алексей Казанников. Спасибо.